Застройка новых микрорайонов, готовность дамбы к грядущему паводку и состояние школы в селе Чурачики. Значимые социальные объекты оказались в центре внимания руководителя региона в ходе рабочей поездки в Цивильский район. Почему в Чурачиках срочно требуется строить новое здание учебного заведения? И какие недочеты проекта выявили при возведении детского сада в Цивильске? Расскажем далее. В микрорайоне Цивильска Южная-2 сейчас возводится детский сад на 240 мест. В планах Ледовый дворец и Центр культурного развития. Вырастут и новые многоквартирные дома. Спрос на жильё большой. В прошлом году по программе сельской ипотеки здесь было приобретено более 150 квартир. Причём покупают их и жители других районов республики. Также запланировано проектирование участка трассы М-7 с четырёхполосным движением. В микрорайоне уже сейчас более тысячи жителей. И чтобы обеспечить безопасное пересечение дороги, необходимо решить вопрос с пешеходным переходом. Со стороны основной части города, со стороны микрорайона Южный-1, расположены два детских садика. Первая школа, самая крупнейшая, где полторы тысячи детей. Дорога-то спроектирована, что ли? В этом году проектируется. Давайте как бы на стадии проектирования, давайте поработаем. Да, вот сейчас помощь нужна, чтобы надземный был, ну или подземный. По деньгам это одно и то же. Строительство детского сада тоже не обходится без проблемных моментов. По словам главы администрации района, компания, которая готовила проект до школьного учреждения, не предусмотрела вопроса отвода воды. И теперь требуются дополнительные работы. В следующий понедельник, мне представьте, записку. Согласованы со службой единого заказчика недостатки. Варианты решения этого вопроса с последовательностью действий по каждому варианту. Ну и, соответственно, какие мы можем предъявить претензии проектировщику за допущенное нарушение. Осмотрел глава Чуваши и дамбу, которая защищает Цивильск от подтопления. Ее строительство завершили в 2014 году. Предыдущие зимы были малоснежными. Нынешняя весна, когда высока вероятность большой воды, может стать первым серьезным испытанием для дамбы, отметил Олег Николаев. И к нему нужно быть готовыми. Ну а наиболее пристального внимания руководитель региона в рамках поездки по Цивильскому району потребовала Чурачевская средняя школа. Три ее корпуса не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, а четвертый и вовсе находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. А вы проверяли? Ничего тут не провалился? В 2012 году экспертиза была. Вот по каждой конструкции несущей есть заключение. Вот, скажем, потолок 85%. Нет, я имею в виду, что все равно у вас сюда люди заходят? Нет, там не заходят. Нет, вот склад-то. Только вот совхоз заносило. Единственная школа, по-моему, в районе, где дети до сих пор ходят на улицу в туалет. Да. То, что более 300 детей вынуждены учиться в подобных условиях, ситуация недопустимая, отметил Олег Николаев. И новую школу нужно строить срочно. Она будет рассчитана на 325 мест. Ее возведение оценивают в 306 миллионов рублей. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы ускорить процесс начала строительства. Благо, проектно-смертная документация разработана, находится на стадии экспертизы. С сегодняшнего дня я эту ситуацию беру под личный контроль и буду лично заниматься в ручном режиме прохождением проекта, проектом экспертизы. Ну и соответствующим образом будем искать варианты начала строительства уже в текущем году с тем, чтобы процесс строительства был максимально коротким. Юлия Скрябина, Андрей Шоклев, Вести Чуваши.